Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Я продолжаю понравившуюся многим моим подписчикам рубрику «Плейлист» на моем YouTube-канале про долгожителей совсем еще недалекого прошлого. И сегодня я расскажу не только о феноменальном долгожителе, но попутно еще о пяти-шести сверхдолгожителях, покажу отрывок видеохроники, сошлюсь на статьи в официальных изданиях СССР, газетах и книгах, а также анонсирую мое новое видео о долгожителях. В конце этого видео я дам вам поразительные сведения из переписи населения 1959 года. Я также расскажу о двух друзьях и двух подругах из разных уголков нашей страны, проживших по 150 лет. Ну а потому смотрите данное видео до конца, будет очень интересно. А как посмотрите? Перешлите ссылку на это мое видео своим друзьям и знакомым. Начну я главную линию данного видео с видеосюжета. Совсем скоро, но наперед скажу некоторым людям, а такие всегда находятся и пишут, льют свою желчь. Так вот, скажу именно этим людям, кто понимая, прекрасно осознавая, что они долго не проживут в связи с их нездоровым образом жизни и пытаясь не изменить себя к лучшему, а прожить, дожить остаток своих лет или дней в мнимых ими наслаждениях и удовольствиях, потакая своим пагубным привычкам и зависимостям, заявляет, кто так заявляет, что не жили эти долгожители столько, все это вранье, это все приписки были, паспортов тогда не было и тому подобное. Так вот, скажу таким, если вы все-таки захотите узнать истину, а не врать себе и далее, так дешево, успокаиваясь самообманом, то посмотрите вот это мое видео про Махмута Ивазова, только полностью посмотрите, и вы услышите доказательства его жизни в 152 года, более точные доказательства, более подтвержденные, нежели знания, скажем того, сколько лет вашим родителям или лично вам. Да-да, именно так. То есть на 100% из 100 возможных, и прекратите тогда уже нести эту успокоительную для вас чушь, тем более тыкать на Википедию и книгу Гиннесса, хватит уже, хватит. Недавно, кстати, у меня было видео о последнем ведическом жреце Ингушетии, ссылку на это видео я дам под этим видео, и также ссылку на весь мой плейлист о долгожителях, в котором много ценнейших видео на эту тему. Ну а сейчас я расскажу вам о самом старом долгожителе Советского Союза из тех, чей возраст известен. Но для начала послушайте вот этот отрывок из старого советского фильма о долгожителях. Чуть более одной минуты. Как раз о нем. Вот об этом долгожителе, сегодняшнем главном герое моего видео. Двум дедушкам, которых вы сейчас увидите на видео, на момент съемки далеко за 100 лет. Когда большому отцу было не больше, чем Зауру сейчас, подружил он с Юсупом Евкуровым. До этого дружили их отцы, и отцы их отцов. Теперь уже никто не помнит, с каких пор дружит род чеченцев Хосемиковых с родом Ингушей Евкуровых. Казались эти развалины Зауру остатками необычайно древнего времени. А это, оказывается, аул детства и юности обоих дедушек. И они еще все хорошо помнят. Как бегали вот по этим улочкам, во что играли, и кто в какой башне жил. Дедушка Юсуп, например, даже знает, какую башню и сколько лет строили. Оказывается, башню строили не один десяток лет. Иногда целыми поколениями. И, пожалуй, единственным человеком, который видел начало и конец этого строительства, был Арсгири Хазитов. Ведь он прожил 180 лет. Ну как? Здорово? Вдумайтесь только, дорогие товарищи. Он родился в 1760 году, когда еще правила дочь Петра I Елизавета Петровна, а умер в 1940 году, перед началом Великой Отечественной войны при товарище Сталине. Скорее всего, он прожил более 180 лет, но точной даты смерти его я не нашел. Тем более, война вскоре началась. Будем считать, что в 1940 году. Скажу наперед, некоторые авторы писали фамилию его Хазитов, а некоторые Хазигов. Но это связано с переводом на русский язык. Ну а теперь слушайте еще внимательней. В газете «Медицинский работник», в официальной газете Советского Союза, в 1940 году была помещена заметка, в которой говорилось, что в хуторе Мержайберам, Чужичинского сельсовета, Очхой Мартанского района, Грозненской области живет Хазитов Арсгири, которому исполнилось 180 лет. Следует отметить, что самые долголетние люди в мире Хазитов Арсгири и недавно умершая, внимание, 180-летняя сетинка Тепет Абзиве, жители СССР. От себя скажу, она прожила на несколько месяцев меньше Арсгири. Продолжая статью, такой же долголетней жительницей нашей Родины являлась и другая сетинка, 180-летняя Тепет Абзиве, жившая близ города Гори. Ее в 1904 году наблюдал Илья Мечников. По его словам, она еще в то время занималась шитьем и хозяйством, то есть до самых последних дней своей жизни. Кстати, а про нее я говорил в одном из моих видео, скорее всего, зачитывая отрывок из дореволюционной книги. Я говорил, что в газетах дореволюционных тогда писали «Поздравляем такую-то со 180-летним юбилеем». Да, дорогие друзья, такие заметки тогда в газетах были нередки. А вот вырезка из газеты 40-го года, газета «Грозненский рабочий». На хуторе Мержой-Берам проживает старик Хазигов Арсгири, которому в этом году исполнилось 180 лет. Несмотря на такое редкое долголетие, старик сохранил зрение, слух и память. Время, однако, наложило свой отпечаток. Он сгордился, высох. Ростом старик немного более метра, хотя в прошлом был среднего роста. Последние годы старик лежит в постели, так как не в состоянии уже передвигаться. Питается самостоятельно. У старика жена 90 лет и 70-летняя дочь. Хазигов Арсгири хорошо помнит своих современников. Друга Шамиля и мама, Гази Мухаммеда, предводителя горцев, в их борьбе с царским самодержавием и самого Шамиля, возглавившего борьбу горцев после смерти имама Гази Мухаммеда. Внимание, Арсгири был другом Гази Мухаммеда. Гази Мухаммед был старше Шамиля. А Шамиль умер, по-моему, по памяти, говорю, в 1871 году, прожив 73 года. Поскольку мои видео смотрят в основном по здоровью, я поясню. Да, такое бывает, что долгожители умирают не в раз. Правда, это бывает редко. Однако, у кого крепкое сердце, и человек не умирает от инсульта, инфаркта, во сне, а в основном так умирают долгожители. Так вот, у кого крепкое сердце, огромный потенциал жизни от природы, умирают порой в слабости. Так как все одно какие-то органы начинают давать сбой раньше других. Из-за дефицита каких-то важных нутриентов и ухудшающихся способностей организма выводить метаболиты, а также из-за дефицита воды, поэтому и люди усыхают, воды в клетках. И стоит только лечь надолго в кровать, дать слабину, что называется, оторвать себя от земли, как уже человек долго не проживет, а здоровье его будет угасать безвозвратно. Мой один лично мой знакомый, профессор Хусейн, мой партнер, поставщик лучшего в мире органового масла из Марокко, масло, которое мы продаем, ссылка будет в описании, кому будет интересно, так вот рассказывал мне, и видео это есть, вот оно, про своего дядю, который прожил 120 лет, его дядя, и умер через несколько месяцев, как родственники забрали его из деревни, то есть земли, в город. Это стандартный вариант, да и вы слышали о таком, забирают бабушку, дедушку в город, и все. Но обо всех причинах долгой жизни я рассказываю в своих многочисленных видео про долгожителей, долголетия, а также в других моих видео по здоровью. Продолжаю. Мне тут важно подчеркнуть для некоторых, опять-таки, людей, в 170 лет он был абсолютно здоровым человеком, и не нужно больных ассоциаций, что старость это неизбежно немощь, это глупость. И пример такой редкий довольно-таки, когда мы говорим не о тех, кому под 100 лет, а о сверхдолгожителях прошлого. И вот вам такие примеры. Недаром я обещал сегодня рассказать не только об этом долгожителе. Внимание, зачитываю отрывок из книги Киндарова «Долгожители Чечена Ингушетии. 1967 год». В хуторе Межрай, такого-то района, например, живет человек, которому в 1940 году исполнилось 180 лет, это Арсгирих Азигов, который занял первое место по долголетию в СССР. Но в селении Элистанджи, Веденского района, жил 169-летний Гуникбай Газиев. Всю свою жизнь Гуникбай провел в горах. Внимание, был отличным джигитом, на быстром скаку пересаживался с одного коня на другого. А я, кстати, в одном из своих видео показывал скачки столетних старцев, кому сто и более лет. Был такой один интересный обычай у некоторых народов, кто победит на скачках, дает имя родившемуся младенцу. Так вот, с одного коня на другого бросался на бешеного, в кавычках, быка и побеждал. Отлично владел оружием, зимой купался в речке, летом спал на большом дереве, устроив на нем шалаш. Здесь я прервусь и напомню вам, это я точно помню, говорил, зачитывал из книги 1899 года «Вестник здоровья», свод подписок, об одном русском дедушке, который прожил там, по-моему, 143 года, не могу сейчас точно сказать, около того, который всю жизнь ездил по ярмаркам, спал на земле, на открытом воздухе. И сразу здесь вспомните, дорогие товарищи, мое видео важное по заземлению. Ведь это имеет абсолютно понятную биологическую, физиологическую подоплеку, подоснову. Это не просто такое, знаете ли, что-то из эстетики. Это вполне понятно. Вот почему мои видео так важны комплексно. Смотреть их надо все, и тогда вот эти кирпичики сложатся в стену вполне оформленного, понятного здания. Продолжаю. Питался он по определенному режиму, съедал ежедневно до килограмма творога, несколько кукурузных лепешек, выпивал 3 литра молока, питался фруктами, растущими в горах. Здесь тоже мне важно сделать пояснение, потому что некоторые начнут писать, вот, мол, вы говорите о вреде молочных продуктов, а он-то как раз и ел. Да, во-первых, самое интересное, что он не ел мясо. Вы будете, может быть, удивлены, но очень многие сверхдолгожители гор, Кавказа не ели мясо. Да-да, несмотря на распространенные мифы, фильмы и тому подобное. Например, Шарали Муслимов не ел мясо, которое прожило 168 лет. Конечно, были сверхдолгожители, которые ели, но есть нюанс. Я расскажу как-нибудь в отдельном видео об этом подробнее. Анализируя их питание, я прихожу к выводу, во-первых, что они почти ничего не ели сладкого, то есть только сезонно фрукты, вот как и народы хунзи и так далее. То есть можно сказать, что они были на сезонной кетогенной диете, можно так сказать. Многие были вегетарианцами. К тому же, один вредный фактор нивелируется многими другими положительными факторами. К тому же, раздельное питание, а по сути оно было именно такое у этого человека и у многих других, также дает свой огромный плюс. У меня было видео вот это, раздельное питание. Впрочем, поясню это как-нибудь в отдельном видео. Так вот, до конца своей жизни Газиев имел хороший слух и зрение. Был у Гуникбая друг Хаджи Мурад Дадаев. Моложе его на 20 лет. Внимание, умерли друзья в 1939 году. Гуникбаю было тогда 169 лет, а Хаджи Мураду 149 лет. Помните, вначале о двух друзьях и двух подругах обещал рассказать? Ну вот, о двух друзьях. А хотите, я о них видео сделаю? Но пока идем далее. Не буду зачитывать отрывы к статье, лишь скажу, что в общественно-политической газете Чеченской Республики номер 23 писатель Олег Джургаев, а статья называется «Тайный гор» Тибулос Мта, рассказывая о древних знаниях, о памяти войн 13 века и позднее, говорил о древних именах Субет, Менга, Сарта. И он пишет «О них напоминал, к примеру, 180-летний Арсгири Хазитов. Скоро я перейду к самому интересному, к интересным фактам из переписи населения 59-го года и еще о двух подругах обещал сказать. Помните, вот скоро скажу. Но сейчас маленький анонс и как бы вопрос к вам. А хотите ли вы, чтобы я сделал видео, в котором расскажу очень интересные сведения? Книга называется «Путь к здоровью, силе и долгой жизни. Москва. Физкультура и спорт 1957 года». А кто такой Саркизов? Это советский ученый, доктор медицинских наук с 1938 года, профессор с 1946 года, заслуженный деятель науки РСФСР с 1957 года, один из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины в СССР. То есть человек более чем серьезный и авторитетный. Не так ли? Так вот, вторая глава этой книги называется «Наша Родина – страна долгожителей». Поразительные данные, точные сведения, которые сейчас, в наши-то дни, многих могут удивить. А кто-то и будет говорить, что все это глупости. Всего лишь на том основании, что сейчас жизнь совершенно другая. Хоть нам втирают, что жизнь все у нас увеличивается и увеличивается, как будто у нас до сих пор советская медицина и советский строй. А люди и рады это слышать, мол, ну что же делать, раньше жили 30-40 лет вообще. Кстати, откуда эта глупость пошла и подмена статистики, я вам, многих своих видео-долгожителях, тоже пояснял. Все это лежит на поверхности, все это элементарно, как говорил Шерлок Холмс. А еще была очень интересная книга, называлась «Мир вокруг тебя». Это издательство «Крым», «Симферополь», 1966 год. Книга писателя Николая Тужилина. Это очень интересная книга для детей. Она отвечает не только на многие вопросы, возникающие у ребят школьного возраста, но и у взрослых. Так вот, в этой очень интересной книге для детей есть глава номер 3. «Лет до старости» — это мало. И там есть очень интересные сведения. Могу сделать обзор и этой главы книги в моем новом видео. Ну что ж, товарищи, вы думаете, что 120 лет жизни было еще совсем недавно в истории нашей страны чем-то немыслимым? И в глазах народа невозможным? Нет! Это сейчас приучают к этой мысли людей в век, нынешний век деградации разума и здоровья, что это фантастика. А раньше это знал каждый. А сейчас, в завершении данного видео, я позволю себе зачитать отрывок из книги «Мир вокруг тебя». А вернее, несколько отрывков, маленьких, коротких. Первый. 9 лет назад на Олимпиаде художественной самодеятельности в Абхазии 112-летний старик Лукаш Арея из селения Гали получил премию за исполнение народных танцев. А 115-летний старик Чухава участвовал во всегрузинских конных соревнованиях. Так вот, сейчас про перепись, но скажу лишь, напомню. Кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Более того, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Они будут, как уведомление, вам на почту приходить тогда, ссылки на них. И вот тогда вы не пропустите выход моих видео. Ну, а теперь изюминка на торте. Во время всесоюзной переписи населения в 1959 году было зарегистрировано 21 708 человек старше 100 лет, из них 578 человек в возрасте от 120 до 150 лет. И подчеркиваю, это только официально. Уверяю вас, что огромное количество людей как раз жили, не увеличивая, а либо уменьшая свой возраст, либо замалчивая о нем. Почему? Это тема отдельного видео. Ну, а теперь про двух подруг. Почти полтора столетия прожили подруги Екатерина Георгиевна Проворина и Василиса Ивановна Козликина из станицы Курганной Краснодарского края. То есть не только народы Кавказа обладали, отличались долголетием, как многие из вас полагают. Подруги в одном селе. А помните, я приводил пример, не могу уж удержаться, скажу, из одной книги Даниила Гранина, когда он познакомился с молодым тогда еще генетиком прямо перед революцией. А тот, будучи дворянином, ну, гостил у своего отца до революции в небольшом каком-то имении, где-то в средней полосе России. И там тогда еще жило три ветерана, друга Первой Отечественной войны. С Наполеоном. Всем им было тогда далеко за 120-130 лет. Это в одном селе, можно сказать, район нескольких деревушек. Вы понимаете, что это означает? В одном из своих видео я, кстати, пояснял, что это означает. И что означают медали, которые были выпущены промышленным тиражом в 1912 году, когда отмечали 100-летний юбилей Бородинского сражения. А давали эти медали, раздавали бесплатно, фронтовикам. То есть их было много. А в той войне Отечественной, Первой, в отличие от Второй Отечественной, воевал не весь народ далеко, как вы это понимаете, а только малая его часть. И население тогда было гораздо меньше. Понимаете, что означают эти цифры вообще? Даже приблизительные, совершенно без точных данных. А вы хоть знаете, поняли, почему считается, что раньше, там, начинают про Средние века, и позже даже, даже чуть ли не про 18 век, что жили 30-40 лет. Откуда эта средняя продолжительность жизни берется? И почему нет противоречия в том, что продолжительность жизни пусть была и такая, если однобоко трактовать, понимать, как выгодно себе эту статистику, но при этом люди жили и по 130, и 160 лет, и больше. И противоречия здесь нет. Почему? А попробуйте догадаться, кто не слышал мои ответы в моих прошлых видео про долгожителей. Ну что ж, в общем, на этом на сегодня все. Жду ваши комментарии, письма, отзывы под этим видео. Не ленитесь, пожалуйста, пишите. И смотрите мои видео по здоровью, в них очень важная жизненно необходимая аналитика. И еще раз напомню, перешлите вот ссылку на это видео своим друзьям, близким, знакомым, родственникам. Ну а на этом все, крепкого вам здоровья, всем хорошим, честным, порядочным людям, и до новых видео. До свидания.